В 2020 году в Тверской области по инициативе правительства региона в рамках нацпроекта «Демография» была введена очередная мера поддержки для многодетных семей. Она касается родителей, которые воспитывают 5 и более детей. Они могут получить сертификат на сумму до 1 миллиона рублей на покупку семейного автомобиля. На получение документа уже подали заявки более 20 семей. В это число вошла и семья Проскуряковых. И сейчас готова поделиться с нашими телезрителями опытом. В преддверии Дня Конституции Марина Проскурякова была награждена почетным знаком славы матери. В семье женщины 6 детей. Новые вместительные авто для родителей, воспитывающих столько ребятишек – хорошее подспорье. Проскуряковы одними из первых подали документы на получение сертификата для покупки семейного автомобиля в рамках нацпроекта «Демография». Семья уже заключила договор купли-продажи. Теперь ждет, когда с завода приедет новый микроавтобус. Мы уже взяли газель лет. У нас родился шестой ребенок. Стало тесно. Миллион – это же даже лучше, чем предполагалось. Предполагалось, что будет проплата как бы 50%. Я доплатила 92 400 рублей. Для многодетной семьи, особенно живущей в сельской местности, если брать полный привод – шикарный вариант. О введении новой меры поддержки многодетных семей объявил на заседании правительства глава региона Игоря Руденя в сентябре этого года. В этом году программа рассчитана на 46 семей. Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 48 миллионов рублей. Мы выделяем на приобретение до 1 миллиона рублей транспортного средства, если оно по цене не ниже 1 миллиона рублей. Фактическую стоимость до 1 миллиона рублей оплачиваем. Плюс мы выделяем ежегодно деньги на страховку. Посчитали по оценке экспертов страховых компаний. Не должно превышать 60 тысяч в год. Мы тоже доплатим. Расходы на КАСКО будут компенсироваться на протяжении 5 лет. Чтобы стать участником программы, необходимо многодетным родителям иметь одно место регистрации не менее 5 лет, водительское удостоверение, постоянное место работы, не иметь судимости, не быть ограниченным или лишенным родительских прав. И самое главное – собрать пакет документов. Марина Проскурькова для начала советует идти в МФЦ. Принести характеристику с работы и принести копию трудовой книжки. Свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака. Дальше отправляется заявка в ГКУ «Тверская семья». Там они могут и сами сделать запрос в МВД по поводу отсутствия судимости, в ПДН и в опеку. Далее следует комиссия, которая дает добро на выдачу сертификата. Как рассказывает Марина Проскурькова, у нее на сбор всех документов ушло не так уж и много времени. Впрочем, с выбором автомобиля тянуть тоже не придется. А выбирать есть из чего. Под программу попадают автомобили, в том числе и иномарки, произведенные на территории Российской Федерации. Этот сертификат действителен два месяца. Два месяца на подборку машины. Если семья не успевает за два месяца, все, он сгорает. И следующий сертификат можно получить только через пять лет. С этим сертификатом дается выбор машин. Машины все автобусы, микроавтобусы. То есть от семи мест. Если мощность мотора автомобиля не будет превышать 250 лошадиных сил, то семье не придется платить налог. Продать семейный автомобиль в течение трех лет также будет невозможно. В противном случае придется вернуть в казну тот самый миллион. Подать документы на предоставление сертификата можно в ГКУ Центр выплат Тверская семья. Можно не только через МФЦ, но и через портал Госуслуг. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 800 201 22 62.